Данил Покитько Я обожаю свое дело, я обожаю петь, я обожаю. Иду по улице тоже, напеваю песни любую. Ну, музыка – это жизнь. Ради победы в этом конкурсе я буду прикладывать очень большие усилия, тренироваться, заниматься. Теперь Данила и остальных, кто справился с первым этапом, ждет кинокастинг. Чтобы впечатлить не только судей, но и зрителей, придется приложить немало усилий. Да и конкуренция более чем высокая. На полуострове Дэнс Холл новое танцевальное направление. За три года тренировок София Османова добилась хорошего уровня. Потому и шансы на победу оценивает высоко. Хотя это для нее не главная цель. Я надеюсь, что этот конкурс сможет раскрыть во мне какие-то новые способности. Второй этап проекта стартует 14 октября. Жонглирование, акробатика и даже битбокс в Ялтинском театре имени Чехова. Максимум своих возможностей покажут не только певцы и танцоры, но и те, кто выступают в оригинальном жанре. Шоу «Таланты» – новая ветвь развития не только для крымчан, но и для регионального телевидения. Ничего подобного на полуострове раньше не было никогда. Идея еще созрела в прошлом году. Создать именно развлекательный контент. Потому что мы видим, что телевизия у нас заполитизирована. И хотелось что-то именно отдыхающего для телезрителя. Поиск, развитие юных талантов и популяризация творческих направлений на полуострове. Идейные вдохновители проекта преследуют много целей. На данном этапе наша задача – раскрыть потенциал ребят в рамках республики. Но, естественно, у нас далеко идущие планы. Подробности проведения следующих этапов, призы и перспективы, которые шоу откроет для участников, выкладывать все карты на стол организаторы не спешат. Имена лучших из лучших станут известны 14 декабря. Их огласят в прямом эфире телеканала «Первый Крымский». Из сотен талантливых детей отобрали 76. Теперь у жюри более сложная задача – выбрать из них шестерых. Дальше решать будут зрители. Именно их голоса станут заключительными. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня.